Всем привет! Опять у нас, ребят, видосик с производства силиконовых приманок. Появилось опять много вопросов, пишут в личку, люди хотят начинать заниматься. Ну и рассказать попросили весь процесс. Приблизительно так расскажу. Также у меня сегодня обновочки, тоже сейчас прибежим покажу. Заказал себе еще три формы новых силикона. Одного взял на пробу, такой жесткости не пробовал. Расскажу процесс. Покупаем силикон. Вот такой вот силикон. Покупаем красители. Вот докупил блесток красители. Это как вы наугад. Вы вначале пройдитесь по магазинам, по своим, где вы хотите продавать. Узнайте, какие вам приманки нужны, какие цвета, какие у вас рабочие. Я делаю те приманки, на которые я ловлю и показываю на канале, как я ловлю. Просто даже не все видео еще вышли по одной причине, не буду рассказывать по какой. Было около семи видео. Осталось у меня в обработке. Там было очень хорошо отловлено судака. Ну ладно. Не суть. Станок. Вот такой вот. У меня станок идет с реверсом, то есть он может скорость менять. То есть там 1300 оборотов, там полторы, по-моему, максималка у них 1500 оборотов. Но можно меньше делать, чтобы блестки не раскидывались в хвост по приманке. А чтобы они все расходились по приманке, делаем 300, например, и равномерно они расходятся. Плюс есть формы, которые, я так понимаю, ни разу этой функции не пробовал. Он есть в одну сторону, а есть в другую крутит. Я этой функции не пробовал. Но, по-моему, если какие-то формы не проливаются, то ими пробуют. Там, не знаю. Тут все нормально проливается. Я не заморачиваюсь. Заморачиваюсь. Берем, греем силикон, добавляем краски. Насчет рецептов я никогда не заморачивался с рецептами, не записывал ничего. Все наугад делаю. Посветил, посмотрел. Ага, цвет понравился. Ага, вот этот рабочий. Не понравился, что только еще добавил. Размешал, перемешал, сделал рабочий цвет. Все. Это уже со временем вам придет. Силикон, формы, станок, блески, аттрактанты. Что собираетесь добавлять? Ну, в принципе, и все. Желание работать еще нужно. Потому что на это время тоже много уходит. Лью дома. Лью без наморника, так сказать. Потому что я как бы вам записывал, говорить. Пока лью дома. Но, может, в будущем, когда свой дом будет, тогда уже сделаю себе специальное место, так сказать, для работы. Вот. Сейчас отолью новые формы. Покажу вам сейчас их поближе, что взял. И расскажу, почему, как я беру форму. Ну, вот обновочки мои. Одна форма уже стоит у нас на станке. Сейчас скажу, как я форму беру. Ну, вот я как рассказывал по магазину. А еще вот, помните, я в тот раз брал форму. Ну, вот такие вот есть. Под шприц. Можно для себя чисто лить, если не на продажу. Я беру формы. Вот такие вот. Проверяю, как приманка работает. Если она отлавливается, ловит, наша рыба ее, так сказать, начинает брать, то я беру себе уже вот такие вот формы, то есть, в большом производстве, так сказать. Вот такие вот рыбки у нас будут тоже. Рабочая приманка. Только в малом размере. Надо будет еще побольше взять. И вот она, на вот эту форму я хотел. Видите, какие тут хвостики лавры. Говорят, вроде как она лучше работает. Ну, плюс то, что тут, видите, одного размера. У меня трех размеров, и не всегда мелкие берут. Берут вот 76 размер, вот этот берут. И тут я могу уже литий хвостик. Можно красный сделать приманку, белую. В этом плюсик. Одна приманка стоит на станке. Сейчас мы ее зальем с вами. Тут у меня вот аттрактанты взял. Ну, и так потихоньку докупаю. Нет, нет. Всякие такие вот красители, блесточки. Сейчас зальем какую-нибудь приманку с вами прикольную. Форму, ребят, не смазал. Вот как она пришла. Но там, по-моему, она чем-то обрабатывается, если я не ошибаюсь. Может, первой приманке залив не получится. Ну, сейчас проверим. Я ее не смазал, ничего не делаем. Заливаем, да и все. А так вот, если лью, у меня оставался другой силикон. На пробу там был. С его формами, с купиджиговскими. А он прилипает. А если льешь ихний силикон, то все отлично. Не знаю, что, или силикон у них такой хороший, или так надо. Но все, льем. Не люблю я темные формы. В них плохо, видать, когда заливаешь такую-нибудь темную приманку. Ну, вот как сейчас мы льем. Это у нас машинка будет. Больше на судака, на окуня. Ну, и фигово, видать. Обычно пользуюсь фонариком. Все. Сейчас покажу, что за форма. Ну, и что, смотрим, как у нас первый блин. Надо сейчас какого-нибудь яркого цвета вот эту форму залить. Вот тут приманки, те, которые... Ну, я пробовал, у судака хорошо. В принципе, они брали. Осенью. Вот эту форму одиночную заказывал. Проверил ее. И все. Оба. Новые еще не расходились. Оба. Нет. По-моему, все отлично. По-моему... А, нет. Ну, чуток есть. Чем-то она обработана была. Ну, вот, смотрите, форму не смазывал. Видите? Бах. Вот такие вот виброхвостики, ребят. Вот они, они. Силикон-двенашка. Ё-моё. Смотрите. Вот такие вот. Надо в ярком цвете их залить. Будет лучше их видать. Вот в этом размере. Судачок их и оценивал. Сейчас они не отдают зеленцу, а вот на солнышке, когда фонариком сейчас посвечу и вывей. Блин, ну, камера не передаст, наверное. А так они зеленым отдают. Ну, может, видно? Немного перелива. На солнечном... В солнечную погоду зеленый оттенок. Машинка такая вот. Так, давайте сейчас зальем. Еще. Я залью уже сам, не буду показывать. Раза три, чтобы выложить мне в товары их. Кстати, ссылочку на оборудование, на все, на силикон. На силикон, я имею в виду, на мой. К жопу ссылочку оставлю. И ссылочку оставлю, где можно купить данные формы, силикон. Ну, все для литья для начала. Сейчас отолью и начнем другого цвета литья. Ну, все, ребят, смесь готова. Будет вот такой вот. Краски в основном использую все флюорсцентные. То есть, это у них будет свечение еще какое-то. Решил вот в таком вот цвете попробовать ее залить. И вам, чтобы показать, приманка будет контрастная. Плюс, вот этот цвет работает. Ну, думаю, вот эта приманка себя проявит в белом цвете. С красным хвостом и просто белой. Думаю, по осени щука будет ее хватать. Вот это у нас судачка, в принципе. Щуку я не ловил на вот этой приманке. Но так вообще на хвосты, на эти. В основном для щуки. Но я судака осени на нее неплохо отловился. Также добавляю блески. Но не делаю, чтобы они были в тельце. В основном, чтобы было в хвосту. Скорость не сбрасываю. Там более прозрачный хвост. Их будет более лучше видать. Ну, и будет какой-то дополнительный, так сказать, блики. Или как. Все, залито. Стоп-машина. Так, ну все. Тут всего 6 болтов. Сейчас в последнее время пользуюсь чистой отверткой. Не знаю, если она, мне кажется, шойповерт может разбивать форму. Я так думаю, я так считаю. Да и 6 болтов, в принципе, не так сложно ей отверточкой открутить. Мы сильно никуда не спешим. Готовимся к весне. Вот в этом цвете сейчас будет, конечно, прикольно. Выглядеть. Ух ты, горяченькая. А, тут надо подклепить. О, все. О, красота. Вот это красота. Смотрите, какие. Сейчас, наверное, лучше на улице вам покажу. Вот такая вот приколюха получилась. Плюс у нее свечение будет. Ну, еще не солнечная погода. Все равно камера не передает контраст. Прикольная. Ну, все, ребят, закончил я литье. Отлил. Сейчас сложу, сфоткаю, выложу в группу. На продажу. Пока вот два цвета таких будет. Ну, отолью белый. Я хочу вот эту приманку видеть. Фиолетовая тоже ловила. Ну, а там уже посмотрю. Ну, вот на что ловил. На какие цвета, такие я отливаю чаще всего. В следующем видео отольем те формы, две отольем разных цветов. Посмотрим, как они отольются. Ну, я-то уже отолью их, конечно. Время будет, надо будет поработать. Так что, такие вот дела. Все, ссылочки в описании. На мою группу. На где можно купить данный товар. Вопросы остаются. Пишите. В следующем видосе буду рассказывать. Кому понравилось, оцениваем. Пишем комментарии. Всем пока.